Семью Павла Слободяна война не просто коснулась, а охватила всем своим ужасающим могуществом. Родиться в семье настоящих героев, изучать их историю и вклад для всей страны, для Павла огромная гордость. Особенно его задела история про своего прапрадеда, который ценой своей жизни выполнил долг перед Родиной. Я бы хотел особое внимание уделить своему родственнику Медведеву Александру Павловичу, который был связистом. Он воевал с 1941 года по 1942. Он был связистом и погиб в 1942. Он был прошит пулеметной очередью и представлен званием Героя Советского Союза. Но награда в семье так и не дошла. Немногим из его семьи удалось вернуться с войны живым. Всего на фронт ушло 8 мужчин, из которых вернулось лишь двое. Второй родственник был танкистом. Его звали Берлик Виталий Яковлевич. Он заступил на фронт в 1942 году в возрасте 18 лет. Был сержантом. Прошел всю войну, участвовал во взятии Будапешта. За годы войны был трижды тяжело ранен, но вернулся живым. По окончании срока службы уволился майором. Также хотелось бы рассказать про Пушкарева Семена Ивановича. Он был судьей военного трибунала 2-го Украинского фронта. Был председателем. Он был в звании капитана НКВД. Это очень серьезное звание было. Также он вернулся с войны живым. Блокадники также пережили все ужасы войны. Их отвага, мужество и героизм сыграли большую роль для страны. Прабабушке Павла к началу войны было всего 14 лет. Она жила в блокадной Туле, где занималась сельским хозяйством. А в свободное время с остальными рыла окопы для танков. Правнук навсегда запомнил ее закаленный характер. Конечно, я испытываю гордость за свою семью. Я надеюсь, что больше мир не будет развязывать таких войн. Потому что я считаю, что это не нужно в наше время. Лучше решать все вопросы дипломатическим путем. История героической семьи Павла Слободяна занесена в родословную книгу. Сам Павел с гордостью перелистывает страницы и показывает снимки своих предков. Всю информацию для этой книги собирал его дед. Это было непросто. Ведь война не только унесла жизни, но и уничтожила множество фотографий, писем и других памятных, дорогих сердцу вещей.